Базовые принципы коучинга, они важны. И в чем они заключаются? Вот теперь, принимая ту модель, которую мы проговорили, в чем они заключаются? Они заключаются следующим. Первое. Со всеми все окей. Вселенная прекрасна тем, что она существует. В жизни есть белая, потому что есть черная. В жизни есть противодействие, и в жизни существуют разные полюса, и они не могут существовать друг без друга. Это взгляд, со всеми все окей, это взгляд того, что изначально коучинг подходит к ситуации, что со всеми все в порядке. И если психотерапия или прочие разные штуки изначально подходит, где проблема, что у тебя что-то не так, то коучинг изначально подходит к человеку и к ситуации с тем, что у тебя все в порядке. Второе. У каждого человека уже есть все необходимые ему ресурсы. Очень часто каждый из этих принципов фактически это некая ловушка, которая может вас встретить на пути разворачивания у себя в компании пространства как самореализации человека. И вот эта ловушка, у каждого человека уже есть все необходимые ресурсы, я думаю, вы слышали очень много раз. Я не знаю ответа на этот вопрос. Коучинг говорит так. Если мы можем сформулировать вопрос, значит у нас есть ответ. Другое дело, что мы, может быть, его не осознаем, он не лежит на уровне осознанности вот здесь, но то, что он у нас есть вот здесь, это 100%. И еще один момент. Наш визуальный мозг, он, если осознанное внимание человека, может удержать 4-7 потоков. Наша осознанность удерживает 4-7 потоков. Вот сейчас я попрошу вас обратить внимание на вот этот вот уголок. А сейчас я снова буду продолжать говорить. И пока я буду продолжать говорить, может быть, еще минуту, вот этот уголок, вы будете на него смотреть, и он будет в виде одной из потоков вашего внимания, будет отведен на вот этот уголок. Через какое-то время он выключится и переключится на другое. Так вот, осознанность включает 4-7 потоков, а наш визуальный мозг, он все время фиксирует все, что с нами происходит. Мало того, у нас еще есть родовая память, память наших предков, и это тоже тот ресурс, который нам доступен. И все это в визуальном мозге. Все это я говорю зачем? Я это говорю потому, что если у нас есть вопрос, значит, у нас есть ответ. Может быть, он не лежит на уровне осознанности, но то, что он в подсознании есть, это 100%. И вопрос только так, вопрос выглядит, что как к нему обратиться, как подключить вот этот ресурс. Дальше, следующий принцип. Человек всегда делает наилучший выбор из возможных в данный момент. Вот это тоже очень интересная ловушка. Она заключается вот в чем. Когда мы принимаем решение о чем-либо или движении куда-либо, то мы его принимаем на самом деле, исходя из того жизненного опыта, опыт, который у нас есть, опыт или миропонимание. Вот в совокупности все, что мы сейчас понимаем внутри себя, основываясь на этом, мы делаем следующий шаг. И мы всегда выбираем следующий шаг наилучшим. Человек всегда делает наилучший выбор из возможных в данный момент. После того, как мы выбрали этот шаг, мы делаем действия. И из-за того, что мы сделали действие какое-либо, мы получили новый опыт. Мы получили новый опыт. И наш опыт обогатился, он стал другим. И какая ловушка? Очень часто люди, смотря на свое прошлое, говорят себе, ну если бы я был тогда, мне тогда нужно было сделать по-другому. Почему мы видим, смотря на прошлые моменты, что там что-то можно было сделать по-другому? Потому что мы сделали вот этот шаг. Мы сделали действие. И это действие принесло нам новый опыт. И вот этот вот опыт, который у нас появился из-за того, что мы сделали действие, и дает нам возможность видеть в прошлом, что что-то мы могли сделать по-другому. А точнее мы всегда будем в прошлом видеть, что что-то могли сделать по-другому. Но тогда, в прошлом, мы сделали этот шаг на основе того опыта, который у нас был. И как раз благодаря тому, что мы сделали этот шаг, у нас появился этот опыт. Поэтому смотреть в прошлое и думать о том, что там что-то можно было поменять, было бы, это ловушка, которую мы избегаем просто пониманием того, что такое само обращение бессмысленно. И это дает нам возможность делать что? Дает нам возможность двигаться дальше, вперед, понимая, что мы можем сделать сейчас из той ситуации, из того положения, которое у нас есть. Следующая ловушка. В основе каждого поступка лежат позитивные намерения. У нас три мозга, два из которых нас защищают. Иногда не спрашивая нас разрешения, защищать тебе физическое тело или нет, поддерживать тебя эмоционально или нет. Каждый раз, когда мы что-либо делаем в нашей жизни, наши мозги беспокоятся о том, чтобы мы выжили и поддержали нас. И если мы в прошлом думаем, что мы совершили какой-либо негативный поступок, можно отпустить это прошлое и двигаться дальше, вперед. Важно с пониманием того, что тогда я сделал действие, или мои мозги сделали действие, которое меня защитило, позволило быть и существовать дальше. Потому что если бы того действия бы не было, я мог тогда разрушиться, и тогда меня бы сейчас в этом настоящем бы не было. И что нам это позволяет, вот этот вот принцип? Этот принцип позволяет нам снова отпустить прошлое и двигаться вперед. Этот принцип позволяет нам отпустить прошлое и двигаться вперед. Так же, как и этот. Ну и, наконец, последний, мой любимый. Изменения неизбежны. За то время, пока я начну произносить эту фразу и закончу, в каждом из нас родится и умрет 50 тысяч клеток. Вы знаете, что человек полностью обновляется за 3 месяца. Все клетки обновляются за 3 месяца. Примерно. То есть смысл в том, что мы все время растем, мы все время меняемся изнутри, мы все время новые, мы все время новые. И вот этот принцип изменения неизбежный, помните в березливом производстве? Постоянное совершенствование. Это все оттуда. Нам имеет смысл принять изменения. Нам имеет смысл научиться жить в изменениях. Нам имеет смысл встроить изменения в нашу жизнь. И от нас зависит, так как мы все время, мне это нравится, произрастаем изнутри, от нас зависит то, кем мы становимся. Мы все равно меняемся. И мы становимся теми, кем мы хотим быть. Ну что ж, базовые принципы коучинга. Они очень продуктивные. И когда происходит коучинг, когда мы поддерживаем человека в поиске его решения, ответа на его вопрос, мы опираемся на вот эти пять принципов.